Пациенты уважаемые, сегодня я вам постараюсь рассказать новое в лечении HER2-позитивного рака молочной железы. Что же сейчас у нас есть, какие опции лечения. Немножечко хотелось бы все-таки рассказать об эпидемиологии заболевания, о распространенности его. Рак молочной железы это наиболее частое онкологическое заболевание у женщин в мире. 1,67 миллиона случаев за предыдущий год. 25% всех злокачественных новообразований это у женщин. В России рак молочной железы занимает лидирующее первое место в структуре злокачественного образования. На долю HER2-позитивного рака молочной железы приходится 15-20% всех случаев. Конечно же, подходы в лечении рака молочной железы во многом изменилась. Раньше пациент был пассивным участником этого движения. В настоящее время пациент уже у нас активный участник нашего движения и член нашей мультидисциплинарной команды. Раньше пациент у нас был в центре, а врачи уже решали, что с ним дальше делать. Сейчас пациент наряду с нами уже разделяет ответственность. И общие принципы, которыми мы обычно пользуемся, это мультидисциплинарность, комплексность подходов. Мы говорим сейчас в основном об ориентированном подходе для пациентов, проблемно ориентированном подходе. И максимально подбираем лечение в биологически направленном подходе, с учетом того, что рак молочной железы многообразен и многолик. Благодаря мультидисциплинарной команде мы стараемся подобрать правильному пациенту в правильное время правильное лечение. Вот посмотрите, как изменились подходы лечения рака молочной железы, начиная с 1970-х годов. Если смотреть со стороны онколога, то в 1970-х годах мы еще мало что знали о лечении рака молочной железы. А рецепторы эстрогенов и прогестеронов были вообще серой зоны. Но как вот только в 1970-х, 1980-х годах были уже открыты рецепторы эстрогенов и прогестеронов для нас, мы стали разделять рак молочной железы на два суррогатных подтипа – гормон позитивный и гормон негативный. На пороге XXI века, уже когда был открыт эпидермальный фактор второго типа, мы уже заговорили о многообразии рака молочной железы. И наряду с гормон позитивным и гормон негативным рака молочной железы стали различать HER2-позитивный и HER2-негативный рак молочной железы. Открытие таргетного препарата позволило нам перевести очень злое заболевание, быстро текущее, изменить биологию его заболеваний, сделать HER2-позитивный рак молочной железы более с благоприятным, вялотекущим течением. Мы живём в эру, когда практически каждые 2-3 месяца у нас появляются новые знания о раке молочной железы, о его биологии, о его подходах лечения, появляются различные маркеры. И вот в последнее время одним из новшеств является, мы сейчас всем пациентам, практически всем определяем полное геномное секвенирование, определяем новые случаи наследственного рака, выявляем, и в будущем возможность использования нового класса препараторов парпингибиторов. При трижды негативном раке тоже появилась новая мишень. Это ПДЛ, маркер, который показывает чувствительность к иммунотерапии. И в случае, у кого он выявляется, в первой линии возможно назначение иммунотерапии от изолизумаба в комбинации с напоклитокселом. Также для тех пациентов, у кого всё-таки нет мишеней, таких как ПДЛ, БРК-мутации, рецепторов эстрогенов, ХЕР-2 статуса негативный, появляются новые маркеры. Ну, допустим, такие даже как топоизомераза, бета-табулины, которые нам говорят о возможной чувствительности к препаратам. Ну, какие, я ещё раз повторю, маркеры основные, которые нам необходимы для определения тактики лечения пациентов? Это экспрессия рецепторов эстрогенов, прогестеронов, ХЕР-2 статус, КИ-67 мутаций в гене ПИА-3К, экспрессия ПДЛ и определение герминальных мутаций БРК-1, БРК-2. Что же из себя представляет, в общем-то, фактор ХЕР-2? Это рецептор человеческого эпидермального фактора роста. Он один из четырёх белков семейства рецепторов человеческого эпидермального фактора роста. Это трансбембральный белок, играющий ключевую роль в передаче сигналов факторов роста. Он регулирует сложный сигнальный каскад, влияющий на клеточные процессы, включая пролиферацию и гибель клеток. Как же он определяется? Основной метод определения – это иммуногистохимические. Но порой в анализах своих вы можете увидеть так называемый, когда гистологи пишут плюс 2, так называемая серая зона. При таком врачи-онкологи вам обычно рекомендуют выполнение фиш-метода. И когда пациенты приходят и спрашивают, а что это такое? Это метод уже качественный. Иммуногистохимия – это количественный метод. А метод флюоресцентной гибридизации инсид – это уже качественный метод, который нам точно позволит определить, всё-таки амплифицирован белок ХЕР-2, либо не амплифицирован. Какая же роль этого белка? Это деление клетки, жизнеспособность клетки определяет инвазию, метастазирование и также ангиогенез. В 1987 году Деннис Лэмон и его коллеги определили мишень для некоторых видов рака молочной железы. Они обнаружили, что определённые виды рака молочной железы экспрессировали белок ХЕР-2. Как же у нас работает моноклональное антитело от Растузума? Оно избирательно связывается с экстрацеллюлярным доменом рецептора эпидермального фактора роста человека второго типа и тем самым блокирует сигнальный путь и ингибирует пролиферацию опухолевых клеток. Трастузумаб исследован в рамках множественных клинических исследований и показал свою эффективность и безопасность терапии как ранних, так и поздних стадий рака молочной железы. Он уже более 10 лет успешно применяется препарат в нашей клинической практике. Это единственный препарат, доказавший свою эффективность по всем конечным точкам во всех линиях терапии, в том числе даже в адювантном назначении. Профиль безопасности и переносимости препарата тоже довольно-таки хорошо изучен. Эффективность Трастузумаба в отношении терапии HER2-позитивного рака молочной железы не вызывает никаких сомнений. В 2009 году компания Биокат начала разработку биоаналога Трастузумаба в рамках президентского проекта по организации опытно-промышленного производства препаратов моноклональных антител. В 2011 году уже был завершен полный цикл сравнительных доклинических испытаний препарата российского биоаналога, показавший его идентичность оригинальному препарату. В 2014 году уже было завершено полное клиническое исследование препаратов у пациентов с HER2-позитивным метастатическим раком молочной железы. Ну, я уже как говорила, как он работает, то есть избирательно связывается с экстрацеллюлярным доменом рецептора эпидермального фактора роста второго типа, блокирует сигнальный путь и ингибирует опухолевую пролиферацию клеток. Трастузумаб у нас выпускается во флаконах 150 мг и 440 мг. Клинические исследования препарата проводились в ряде стран. В России участвовало 20 центров, в Украине 5 центров, в Белоруссии 1 центр, в Индии 5 центров. Это представлен на данном слайде дизайн исследования, которое позволило российскому биоаналогу себя зарекомендовать и проявить. Исследование, рандомизация пациентов осуществлялась один к одному, длительность терапии составила 6 циклов. В первой группе были пациенты, получающие российский биоаналог. Получали они его в стандартной дозе в комбинации с поклитокселом. Первое введение было нагрузочная доза стандартная 8 мг на кг, а далее раз в 3 недели уже поддерживающая доза 6 мг на кг. И вторая группа получали оригинальный препарат герцептин, точно в таких же дозах и с такой же периодичностью. Какие же были цели и конечные точки? Цель исследования была сравнение эффективности и безопасности препаратов российского биоаналога и герцептина, применяемых в сочетании с поклитокселом, в качестве первой линии лекарственного лечения у HER2-позитивного рака молочной железы. Сравнивалась эффективность, оценивалась безопасность и фармакокинетика препарата. По эффективности оценивался лучший ответ, зарегистрированный на протяжении исследования. Оценка ответа производилась по данным компьютерной томографии, по критериям РЕЦЕСТ-1.1 централизована, и она проводилась с независимым заслепленным специалистом. Анализ исследования продемонстрировал, что проведён анализ эффективности, безопасности и фармакокинетики продемонстрировал отсутствие различий между группами препаратов российского биоаналога и герцептина. Полученные данные свидетельствуют о терапевтической эквивалентности исследуемого препарата, препарата сравнения герцептин. Что же всё-таки поговорим ещё о такой биоаналоге? Биосимиляры — это одобренные для клинического препарата применение новой версии инновационных биологических препаратов, полученные после стечения срока действия патента, и демонстрирующие сходные физико-химические свойства по эффективности и безопасности. Какие же основные требования? Это минимальные различия гликозилирования, которые могут привести к существенной разнице в эффекторных иммунных функциях препарата. Биосимиляры — это заменяемые препараты, доказавшие свою фармакологическую и клиническую сопоставимость препаратов. Для того, чтобы зарегистрировать биоаналог, какие же фазы должны пройти? Это фаза предклиники, это интенсивное изучение механизмов действия, эффективность и токсичность в сравнении с оригинальным препаратом. Клиника — это фармакологическая сопоставимость. Происходит сравнение с оригинальным препаратом фармакокинетическое исследование у здоровых добровольцев и пациентов. Терапевтическая сопоставимость — это сравнительное исследование уже третьей фазы по оценке эффективности и токсичности оригинального препарата и биоаналога в рамках конкретного показания у гомогенной группы пациентов. Ну и фармаконадзор — без него никак. Текущие клинические исследования отечественных биоаналогов тростозумаба и ретоксимаба в качестве главной цели оценивают объективный ответ и безопасность его. При регистрации оригинальных препаратов основная цель — это оценка выживаемости больных. Это приведён слайд с наших рекомендаций «Русско» 2021 года, уже новое издание, где представлен алгоритм лечебно-диагностических мероприятий в зависимости от стадии рака молочной железы. При начальных первично идёт обследование пациентов и уже смотрят, возможно ли хирургическое лечение или невозможно. В случае невозможности хирургического лечения проведение неодевантной химиотерапии с дальнейшим определением хирургического лечения и объёма операции. После проведения хирургического лечения определение адювантной тактики пациентов. В случае, если же опухоль неоперабельна, то сначала проводится неодевантная терапия, потом хирургическое лечение и уже решение вопроса об адювантной терапии. Какие же сейчас есть рекомендуемые последовательности использования различных видов лечения в неодевантной терапии подробнее? Золотым стандартом в лечении рака молочной железы являются на протяжении многих лет антрациклиновые антибиотики и токсансодержащие препараты. В случае HER2-позитивного рака молочной железы это использование таргетного препарата от ростузумаб плюс-минус комбинации с пертузумабом. Далее пациент оперируется и решается вопрос о назначении адювантной терапии. Либо это будет лучевая терапия, гормональная терапия при люминальном раке. При трижды негативном, в адювантном режиме чаще всего рассматривается назначение капицитабина с адювантной целью. При HER2-позитивном подсипе рака молочной железы обсуждение вопроса назначения тарстузумаба и мтанзина при наличии резидуальной опухоли. И продолжение анти-HER2-терапии тарстузумабом при полном патоморфологическом ответе опухоли на предоперационное лечение. На данном слайде представлен современный алгоритм лечении метастатического рака молочной железы. Разделим рак молочной железы на HER2-позитивный, в котором в первой линии рекомендовано использование таргетной терапии тарстузумаб в комбинации с тарстузумабом, тарстузумаб-тарстузумаб в комбинации с ДОЦ. В случае неэффективности во второй линии возможно рассмотреть назначение тарстузумабом и мтанзина. При HER2-негативном гормонопозитивном раке молочной железы здесь очень важно, есть ли у пациента признаки висцерального криза. Если признаков висцерального криза нет, то таким пациентам в первой линии сейчас рекомендована самая современная опция лекарственного лечения назначение ингибиторов ароматазы плюс-минус в комбинации с палбоциклибом, рибоциклибом либо амбемоциклибом. В случае прогрессирования на фоне первой линии лекарственного лечения возможно рассмотреть назначение гормонотерапии фулвестрантом в комбинации с алпелепсибом. Это новая опция лечения, но только для пациентов, у которых выявлена мутация PI3K, которая является сейчас стандартами. Мы практически всем пациентам, всем предлагаем, у кого метастатическая стадия, определение её. Определение её возможно в рамках трёх программ. Активный пациент, это когда пациент сам отправляет эту мутацию, либо это уже доктор отправляет напрямую в лабораторию в геномочи именитого, либо это программа канцерогенома, которую также это всё в рамках бесплатно можно сделать для пациентов. В случае негативной мутации PI3K мы назначаем уже на выбор гормонотерапии либо это фулвестрант, либо это веролимус в комбинации с экземистаном, либо это монотерапия бемоциклиба. Если же у пациента с гормонопозитивным раком молочной железы, HER2 негативным, имеются признаки висцерального криза, то таким пациентам в первую очередь, чтобы затушить пожар, мы назначаем химиотерапию. Отдельный подтип рака молочной железы – это БРК-ассоциированный рак. Почему помимо ПЦР мы сейчас ещё пациентам назначаем определение БРК-мутации методом НЖС? Уже за последние 2-3 недели мы это делаем бесплатно. У нас в институте в рамках программы ОМС возможно определение этой мутации, уже полное геномное секвенирование выполнения. В случае выявления мутации для таких больных также БРК-ассоциированный рак, он может как быть гормонопозитивным, так и гормоннегативным. В случае гормонопозитивности в первой линии возможно назначение гормональной терапии, а в случае, если это БРК-ассоциированный рак и гормональный статус негативный, возможно назначение в первой линии химиотерапии. И во второй линии это уже обсуждение назначения парпингибитеров – талозапориб, олопориб. И отдельный подтип – это трижды негативный рак. Трижды негативный рак, первое, с чего стоит его начинать лечить в метастатическую стадию, это сопределение ПДЛ, поскольку она нам даёт возможность назначения иммунотерапии от изолизумаба в комбинации с напоклитокселом. И в случае для тех больных, у кого ПДЛ негативное, там уже назначение химиотерапии – это токсаны, антрациклины, капицитабин, препараты платины, рибулин, самые современные цитостатики. Какие же перспективы лечения ХЕР-2-позитивного рака молочной железы? Ну, в первой линии, так я уже говорила, это токсаны в комбинации тростозумаб плюс пертузумаб. Во второй линии возможно рассмотреть тростозумаб имтанзин. И в третьей линии препарат, который ещё пока в России мы не используем – тростозумаб дирокситкан. В третьей линии – это возможно назначение четвёртой линии – капицитабин, лопатениб, тростозумаб, лопатениб. Либо можно комбинировать уже тростозумаб с различными цитостатиками – с винарельбином, с гемцитабином, с любым из цитостатиков. В журнале «Ланцет» была статья в 2020 году, в которой была прописана информация о том, что был получен позитивный эффект от добавления пертузумаба. И он предоставлял нам долговременный эффект. Увеличение пятилетней и восьмилетней общей выживаемости состоялись 45% и 37%. 45% для пятилетней выживаемости и для восьмилетней – 37%. В ходе конгресса ЭСМО в 2021 году были представлены первые результаты исследования БРЕСТ по изучению тростозумаба дироксикотекана и изучению второй молекулы – это тростозумаб имтанзин во второй линии терапии. Туда включались пациенты нерезиктабельным либо метастатическим ХЕР-2-позитивным раком молочной железы, ранее которые уже получали в первой линии терапию тростозумабом и токсанами. Туда допускались больные с клинически стабильными метастазами в головной мозг, что очень важно, не во всех клинических исследованиях таких пациентов включают. Какие стратификационные факторы были? Это рецепторы эстрогена, прогестерона, лечение перстозумабом и висцеральный кризис, был или не был. Рандомизация пациентов осуществлялась один к одному. Первый рукав получал тростозумаб дироксикан, а второй – тростозумаб энтанзин. Первичными конечными точками была выживаемость без прогрессирования оценена, вторичные конечные точки – общий ответ, частота объективного ответа, безопасность препарата. Исследование продемонстрировало увеличение выживаемости без прогрессирования в группе исследуемого препарата – тростозумаба дироксикана. По предварительным данным, также наблюдается и повышение увеличения общей выживаемости в течение 12 месяцев. Общая выживаемость была достигнута у 94,1% и 85,5% в группе тростозумаб энтанзина. Объективный ответ наблюдался почти 80% пациентов по сравнению с тростозумабом энтанзином. Также сообщалось о 42 случаях полного ответа опухоли против 23 пациентов в группе тростозумаба энтанзина. Но возникает вопрос, почему всё-таки такая, так различается эффективность двух препаратов, несмотря на то, что они находятся в одной группе. Чем же отличается новый препарат тростозумаб и дирокстекан? Он отличается от предыдущих моноклональных антител тем, что к этому моноклональному антителу к HER2-рецептору уже присоединено значительное количество цитостатиков, производного ингибизора топоизомираза 2-α1. Но в отличие от предшествующих препаратов, после того, как препарат присоединяется к клетке, несущей мишень HER2-рецептора, он, интернализируясь в цитоплазму, имеет способность диффундировать назад в окружении клетки и повреждать близлежащие клетки, даже не имеющие мишень HER2. Но, тем не менее, наличие в мишени необходимо, и она должна быть определена, конечно же, до начала лечения, так как предсказывает эффективность лечения. Таким образом, появился новый класс препаратов, класс конъюгированных моноклональных антител, HER2-антител с акцентом на цитостатик. Действующее вещество здесь, конечно, цитостатик, и действие идёт вне зависимости биологического типа опухоли, но мишень необходима. Профиль безопасности тростозума бодирокстекана. В основном побочные эффекты, нежелательные эффекты были со стороны желудочно-кишечного тракта. Тошнота, рвота, диарея была у пациентов зарегистрирована. Гематологическая токсичность наблюдалась в виде анемии, нейтропении, лейкопении, тромбоцитопении. Думаю, что вы знакомы с этими осложнениями. Также была зарегистрирована частота пневмонитов 8,2, из-за которых пришлось даже произвести отмену введения препаратов, и тромбоцитопении 2,7%, из-за которых пришлось прервать лечение. Редукция дозы препарата была необходима по причине тошноты у 6,2% пациентов и нейтропении 3,5% пациентов. Согласно рекомендации 5-го консенсуса ЭСМА по распространенному раку молочной железы, лечение рака молочной железы является комплексным. Именно поэтому необходимо участие всех соответствующих специалистов мультидисциплинарной команды, которые входят в клинический онколог, радиотерапевт, хирург-онколог, лучевой диагност, патоморфолог, гинеколог, медицинская сестра, специалист по палеоативной боли, которые являются важнейшими в этой команде. Также есть небольшая подгруппа пациентов с олигометастатическим заболеванием или метастатическими заболеваниями малого объёма, при этом при высокой чувствительности к системной терапии, что можно достичь полной ремиссии длительной выживаемости для больных. Для таких пациентов следует, конечно, рассматривать мультидисциплинарный подход, включающий также локальные методы терапии. У нас в институте сейчас проходит набор больных по внутреннему нашему миру, где мы набираем больных и смотрим по лечению, помимо системного лечения, тростозумаба, танзина, лечение локальное, применение чего позволит нам максимально эффективно контролировать олигометастатическую болезнь за счёт специфической антителозависимой клеточной токсичности и повышения радиочувствительности опухолевых клеток за счёт воздействия таргетного препарата на клеточный цикл. То есть мы помимо использования таргетной терапии при ХЕР-2 позитивном раке молочной железы используем метод лучевой терапии, когда это возможно, отбор таких пациентов производим. Механизм повышения радиочувствительности при этом связывают с перераспределением клеток по циклу и с подавлением репарации сублетальных повреждений. Кроме того, комбинированное лечение ТДМ1+, лучевая терапия позволит уменьшить опухолевую нагрузку как в облучаемых, так и в невоблучаемых зонах за счёт системного воздействия абскопального эффекта, так называемого. Происходит существенное увеличение числа и разнообразие опухоли ассоциированных агентов, стимулирует запуск противоопухолево-иммунного ответа. Кроме того, препарат ТДМ, тростозумапом танзин, вызывает подавление ассоциированных с опухоли ангиогенеза и сверхэкспрессии ХЕР-2 и ингибирует репарацию повреждённых молекул ДНК, вызываемых лучевой терапией. Какие же мы женщины туда включаем в это исследование? Берём наш НИР. Это женщины в возрасте 18 лет, у которых есть диагноз верифицированный рак молочной железы, имеется метастатическая форма, имеется не более от 1 до 5 отдалённых метастатических очагов, один из которых до 5 см в наибольшем измерении. Возможность полной элиминации всех очагов, то есть чтобы был доступ к проведению лучевой терапии. Очень важно мнение радиолога, возможно ли это облучить таких пациентов. Отсутствие поражения регионарных лимфатических узлов, отсутствие воспалительных изменений в организме. Естественный КОК пациентов 0,1. Неподходящий гормональный статус для назначения иной терапии. Отсутствие мутации БРК. Уровень амплификации должен быть плюс 3 балла по результатам иммуногистохимического анализа. Или должна быть амплификация при помощи ФИШ-метода. Пациенты, конечно же, со стабильными метастатическими очагами в головном мозге в течение 4-6 недель по данным МРТ или 2 недель после проведения терапии гамма-ножом или нестероидозависимые очаги. Больные с ХЕР-2 позитивным, неоперабельным, местно распространенным или метастатическим раком молочной железы, которые ранее получали уже тростозумаб в комбинации с токсанами. И у которых продолжительность жизни будет более 6 месяцев. Как же происходит клиническая апробация? На амбулаторном этапе пациентам выполняется МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием, стандартное выполнение КТ грудь-живот с контрастом и МРТ малого таза с контрастом. И, конечно же, костью с антиграфия для определения, имеются ли метастазы в косточках. И, конечно, это гистологическое заключение, где будет уровень ХЕР-2 определен, либо амплифицирован. Производим на этапе лучевой терапии, таргетной терапии. Это стационарный уже этап. Происводится стереотоксическая лучевая терапия до двух циклов от 14 до 60 игр, в зависимости от облучаемого очага. Ну и стационарный этап – это химиотерапевтическое лечение тростозумапом-тандзином в течение 24 часов после лучевой терапии. Он вводится в дозе 3,6 мг на килограмм в первый день один раз в три недели. Суммарно 4 курса делается. Оценка лечебного эффекта в течение двух лет производится. Делается, выполняется МРТ головного мозга с контрастированием, КТ грудной и брюшной полости с контрастом, МРТ малого таза. Выполняются каждые три месяца. Значит, более раннее терапевтическое воздействие задолго до значительной опухолевой нагрузки и клонального разнообразия возможно позволить достичь и улучшить контроль над заболеваниями, либо даже полное излечение от заболевания, к чему мы стремимся. При этом важно помнить, что мы лечим не рак молочной железы, а больного со злокачественной опухолью, основываясь исключительно на мультидисциплинарном, пациент-центрированном, проблемно ориентированном, максимум индуализированном подходом в лечении с доказательной базой и особенно о знании биологии опухоли и её реакции на системное лечение. То есть правильному пациенту в правильное время правильное лечение. Спасибо.